Богдан Андреевич, я надеюсь, вы понимаете, зачем вас вызвали? Честно скажу, не понимаю. Что ж вы из себя дурачка строите? Вы же взрослый человек, вы кандидат медицинских наук, вы полжизни проработали в поликлинике, а тут что с вами происходит? За последнюю неделю на вас семь клиентов пожаловалось. За что? За что это? Вы мне скажите, за что? Что вы прописали клиенту с хроническим заболеванием сальной железы? И вот ты с ячменем? Да. Да ничего я не прописывал, я только сказал ему заговор. Ячменец, ячменец, на тебе купишь, закупишь собаку купишь, собака сдохнет, ячменец засохнет. А в лесу зачем ему плюли? А не в лицо, в глаз. Чтоб наверняка. Наверняка что, жалобу написал? Нет, ну а пациента с высоким внутричерепным давлением вы как лечили? Неужели нельзя было сбить давление и оснащить кровотечение из носа обычным способом, а не этим вашим? Ехал Данила на белой кобыле, кобыла устала и кровь перестала. Изобрать. А как вы можете это объяснить? Нет, можно было, можно. Есть еще другое. Баба шла, собаку вела. Собака стала, кровь перестала. Но ехал Данила... Прекратите, прекратите. Богдан Андреевич, я прекрасно понимаю, вы два года без отпуска с ЦС, но лечить пациента от пускового бессилия при помощи заговоров, это, по-моему, перебор. А вот это ваше... Как у этого быка рог стоит вверх торчик, так, чтобы и у иголька ядрёно стоял и... Вверх торчало, но... Ну, нет, я считаю, что это кощунство, а про их мы вообще не говорю. В общем, либо вы прекратите ваше чудачество, либо... ну, будем вынуждены расстаться. Ну, ладно. Я все понял. Ну, вот и замечательно. Если вы все усвоили, можете быть свободны. Ну, ну, а це, безобидно, можно, вот, ой, 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 что... Икота, икота, пройди на Федота, с Федота на якого, с Федотом на садку. Ну, нельзя. Я сожалею, очень. Хорошо. Бувайте. Яков Пуисеевич, а много на неё жалоб был? Да в том-то дело, что никто на него не жалуется. И все платные клиенты к нему перешли. Дайте мне ручку, пожалуйста. Дайте мне ручку.